Бесплатную диагностику кожи можно пройти в Мариуполе. Обследование проводят в городском дерматовенерологическом диспансере. Много ли желающих интересовалась Елена Уланова? Вера Михайловна на приеме у дерматолога впервые. Новообразование на спине заметила несколько лет назад. Однако к врачам не обращалась. Сначала не беспокоила, а потом уже думаю, да идти нету денег, нету времени. И уже мы поэтому и никуда не ходили, и не знали, что возможно бесплатно. Образование доброкачественное. Это такие возрастные изменения в организме, кератолитические. Это говорит о том, что было много солнышка в вашей жизни, загорали. Бесплатные обследования в Мариупольском дерматологическом диспансере проводят в рамках дня диагностики рака кожи. Пациентов осматривают при помощи специального прибора – дерматоскопа. Врачи выявляют новообразование на коже и дают рекомендации. Дерматофиброма – это после укуса насекомого образовалось. Какой-то комарик мушечка укусила. Ежегодные профилактические осмотры позволяют вовремя выявлять заболевания кожи. Однако желающих попасть на прием к врачу – немного. Люди у нас сейчас все очень грамотные, насчитанные. В интернете ставят себе диагнозы, неправильные диагнозы. Для того, чтобы правильно поставить, хотя бы нужен аппарат, такой как дерматоскоп. Часто образования на коже возникают из-за длительного пребывания на солнце, говорят медики. Чтобы этого не произошло, рекомендуют придерживаться простых правил. С 10 до 5 вечера солнечные лучи обладают максимально канцерогенным эффектом. В нашем регионе в летний период рекомендуем использование солнцезащитных средств с фактором 50. В зимний период достаточно 30. После консультации дерматолога Вера Михайловна спокойно. Говорит, рекомендации врача будет соблюдать. И через год обязательно обследуется снова. Елена Уланова, Сергей Чакрыгин, телеканал Донбасс.